У нас здесь маленькая перестановка. Вот видите, решила стол подвинуть сюда. Мне кажется, так классно, стало так уютно. А здесь решила угол оставить. Пускай будет пустой угол. Нет. На самом деле батарею мы будем менять. Наконец-то. Наконец-то и в этой комнате, возможно, скоро начнется ремонт. Вот. Там сейчас старая батарея. Ну, самая обычная, конечно, она нифига толком не грела. И это было просто ужасно. Кстати, тут небольшое эхо появляется. Окно. Сразу такой пустой угол. Такой... Как-то меня даже вдохновляет пустота. На самом деле. Мой стол. Я не стала ничего убирать еще. Дима, тем более, не лег спать в это время. Поэтому все это не стало. Потому что он просто разнес бы все это. Сейчас я чуть-чуть тут приберусь. Цветы убрала. Мама сказала это. Когда слесарь позвонит, скажи мне, я приду, помогу стол подвинуть. Ну, я что-то подумала, что она будет идти. Сейчас поздно вечером ко мне двигать стол. Мы с Димой вдвоем его подвинули. Вот. И вот она здесь батарея. Вот эта вот. Заказали мы большую. Здесь у нас... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Целых 8 секций. Я люблю жару на самом деле. А, ну, внизу написано, да, 8 секций. Ее характеристики. Заказываем мы на птичке. У нас такая есть рынок. Ну, я думаю, в каждом городе, наверное, есть. Вот. И уже заказываем не первый раз. Именно у одной и той же фирмы. Вот. Ну, так вот у нас все выглядит с этой стороны. И кресло мое тут стало. Вот эта вот штучка. На другой квартире она у нас висела на стенке. А на этой квартире я не захотела ее вешать на стену. И она просто так стоит. Не хочу, короче, я ее. Я их заказывала вместе со столом. И, конечно, поняв, что с этой стороны, с моим столом, явно что-то не так. Блин, ну, вот смотрите. Смотрите, сверху вот вы смотрите, видите, он кривой. Блин, ну, реально видно, что он кривой. Оказывается. Смотрите. Здесь прям вообще вот он. Вот он у меня пальчик прям вот чуть-чуть. А здесь длиннее, больше. Вот аж пальчик, смотрите. И тут прям как узенько-узенько, особенно вот здесь вот прям. Это я, кстати, заказывала стол в самой-самой дешевой фирме, которую я нашла у нас в Самаре. Ну, с этой стороны вот нормально, я смотрела. И с этой стороны тоже. Вот здесь вот пошире идет. А нет, тут уже. Да, тут уже. А тут пошире. Вот так. Вот что значит заказывать в самой-самой-самой дешевой фирме. Это, конечно, просто кошмар. И сейчас он уже... Он шатается. Когда вон там он нажимаешь, особенно когда на камеру снимаешь, на веб-камеру, обзор, чуть-чуть нажимаешь вот там посередине, он начинает шататься. И камера у меня скачет вечно. Меня это очень сильно бесит. Вот. Но после ремонта я планирую покупать другой стол. Конечно, я буду заказывать новый стол. Я хочу больше. Я хочу большой, нормальный, угловой стол. Добротный такой, хорошо сделанный. И... Который не будет шататься. Вот. У меня, конечно, знаете, такая мечта. Что у меня будет, скорее всего, стол вот так отсюда. И вот здесь вот он где-то. Ну, как раз, наверное, где-то тоже до телевизора будет идти. Где-то вот такой вот, угловой большой стол. Вот только я не знаю, как мне ставить эту батарею. Мама говорит, тогда нафиг тебе батарея ставить стол. Я хотела сделать стол прям напрямую вот до подоконника. Прям, ну, вплотную. Вот. А тут, получается, теперь раз батарея, значит, придется где-то вот столько места там оставлять. Я не хотела, потому что, ну, скатываются там ручки всякие. Мусор всякий падать там будет. Вот. Хотя, в принципе, мы же не кушаем, там мусора не будет. Не знаю, короче. Не знаю, как завтра предложат телесаре. Я ему расскажу ситуацию. Либо вот, ну, вбок сюда. Если у меня стол будет немножечко там не до конца. Как бы здесь вот будет посвободнее. Не знаю, может, у меня немножко досюда будет. А, ну, скорее всего, да. Вот он не до края этого. А немножко, наверное, досюда. Может, даже досюда вот так будет. То что, батарея кусочек здесь, что ли, будет? Наверное, скорее всего, его, эту батарею, наверное, надо сюда, мне кажется, выводить. Потому что здесь у меня будет как раз системный блок. И ему будет довольно жарко. Потому что еще у нас находятся трубы. Получается, одна труба у нас находится здесь в стене. А другая вот здесь вот. То есть, будет и так вот две трубы в стене. То есть, от них очень сильный жар идет. Плюс это. То есть, системнику будет тяжеловато зимой. А зимы у нас довольно длинные в России. Вот. Чем лето. Не знаю. Короче, посмотрим. Может быть, посередине, скорее всего, да, лучше сделать. Пускай лучше будет вот, она там, подлиннее. Вот. Ну, и потом все остальное начнем. Потолок. Там, короче. Не знаю, когда у меня там продолжится ремонт в этой комнате. Может быть, летом или по осени, наверное. Не знаю. Но уже прям очень хочу. Скорее сделать ремонт. Скорее вот избавиться от этого шкафа. Этот шкаф вообще, кстати, остался от предыдущих жильцов. Вот. Ну, мама говорит, выкинь его. Я говорю, ну, в нем все стоит. Говорю, если я сейчас выкину его, тогда мне придется это все складывать по пакетам. Это будут у меня еще дополнительные мешки какие-то стоять. Где-то. Говорю, мне это надо? Думаю, пускай, говорю, лучше пускай так стоит. Вот. И, конечно, я буду от всего вот этого избавляться, кроме кровати. И все. Кровать у меня останется. А вот этот шкаф тоже, наверное, я буду его продавать. И хочу что-то вообще там совершенно другое в этой комнате. По-другому совсем все делать. Но это вы, если будете смотреть мой канал, вы увидите все это в будущем. И такие всякие звуки слышны, как будто через батарею. Дети там где-то бесятся. О, слышно. Такой вообще там угол, смотрите. Грязно. Вот я сейчас стою. Думаю, блин, там какие-то странные подтеки. Хотя батарея у нас это не текет. То есть все в порядке. Вот. Ну, видите, у нас батарея идет в стену. А этот, на самом деле, если вы в будущем будете покупать квартиру, это просто огромнейший минус. Потому что соседи снизу не хотят менять. То есть чтобы им трубу так проводили, потому что у них там евроремонт. И навесные потолки. И они отказываются. Вот на кухне мы проводили трубу. И в Диминой комнате, да, мы тоже провели трубу. То есть сверху все соглашаются. Снизу одна квартира против. А после нее там все тоже согласились. То есть, блин, ни туда, ни сюда. И понимаешь то, что ты будешь делать ремонт здесь. Когда-нибудь там соседи надумают проводить эту трубу. И твой ремонт уже испоганит немножко. Это как-то не очень, честно говоря, приятно. Особенно, если мы, допустим, захотим повесить навесной потолок. То есть, блин, это неудобно. И также слесарь сказал, мол, вы хотите трубу, пожалуйста, мы можем провести. Но тогда мне придется оплатить лично свои деньги. То есть, за моя труба это раз. Соседи два. Те соседи, потому что они идут туда напрямую, три. Четыре, по-моему, те соседи. То есть, с той стороны четыре. И пятый внизу. Короче, там вообще круглая просто сумма получается. Ну, мы отказались. Ладно, когда-нибудь, может быть, соседи снизу согласятся. Или у кого-нибудь со стены. Хотя, честно говоря, обидно. На кухне мы сделали ремонт, а у нас со стены вот так вот все потекло. И все обои просто насмарку. Обои были на этом... Давайте вот сюда вот приведу. Обои на кухне были очень дорогие. И теперь там такие потеки жуткие. И у сына в комнате. Ну, сына ладно, еще делать будет снова ремонт попозже. Ну, как бы обидно. Сейчас вам покажу. Вот оно текло. Вот оно пятно. Видно немножко. Ну, как бы оно не особо заметно. Видно, что вот эта вот полоса. А вот здесь вот вон оно. Видно обои. Уже оторвалась. И там уже что-то черное, типа плесени. И, естественно, линолеум был. Под линолеумом здесь видно. Вот было мокро. И, не знаю, там, наверное, тоже какая-то типа плесени появилась. Блин, ну, честно, немножко обидно. Просто вот она у нас потекла. Та труба, которая находится в стене. Вот нам провели. Одну только трубу сделали. Вторая там в стене осталась. Блин. Ладно, у нас еще здесь как бы линолеум. А так, если бы был ламинат, мне кажется, вообще там все доски нафиг сгнили бы. А, ну, вот видно, да. Вот подтеки. Вот они, подтеки идут. И уже там что-то прям такое загрязненное пятно. Оно какое-то странное. Под обоями. Обои дорогие и обидно. Поставила я, смотрите, капусту на завтра. Ну, еще не поставила. Заложила только. Мультиварку завтра слесарь с утра придет, будет делать. И потом, когда он уже уйдет, наверное, или в процессе, наверное, я поставлю капусту тушиться. Как раз он уйдет. Я все перемою. И я думаю, наверное, это будет до обеда, может быть. И в обед мы как раз сядем кушать тушеную капусту. Очень давно ее хочу. Не знаю, зачем. Короче, я еще оставила вот эти листочки. Это выросло то, что на капусте. Хочу попробовать. Мне кажется, что это будет очень вкусно. Ну, не знаю. Я положила их сверху, чтобы вдруг будут жесткие или невкусные. Тогда можно будет их выкинуть. И, кстати, я помыла мультиварку, наконец-то, свою. Как я ее мыла, это будет отдельный ролик. Выйдет на канале. Вот. И сейчас мы просто так вот ее закроем. Вот. И все. Она такая вообще стала чистая. Вообще такая классная. Еще во время беременности я ее загадила очень сильно. Некогда было. После беременности было некогда. И вот в какой-то момент я поняла то, что надо срочно что-то делать. Но на самом деле не покупайте мультиварки с наклейками. А вот. Вот она, пожалуйста. Видишь? Отклеивается. И вот здесь вот она. Просто вот. Кнопочка с дыркой. А еще индикатор, что ли, там? То есть. А, ну да, еще индикатор. То есть, блин. Она отклеивается. То есть, она была там гороховая каша у меня варилась. И она просто вот так вот все потекло по ней. И, естественно, это начало все отклеиваться. Честно. Покупайте лучше стекло сенсорное. Именно сенсорное стекло. Это вообще просто. Она моется офигенно. Она просто моется классно. У меня вот здесь вот лежит хлебопечка. Вы ее уже видели. Она сверху стеклянная. Сенсорная. Моется просто великолепно. Просто губка с пенкой, аосом или ферри. Вот сверху вот так вот потерла, смыла. Все. Она идеально чистая. Вот. Ну, здесь вот, конечно, еще и пластмасса вот эта. И плюс вот эта. Она тяжело, конечно, отмывается. И здесь уже, вот, видно, видите, наклеена. Не знаю, даже не представляю, что там дальше. После этих идет дырочек. То есть, и не отклеишь ее. Потому что потом забудешь, что где находится. Это во-первых. А во-вторых, там вы видели, она... Где она? То есть, там вот грязь забьется. Вот это вот все там нафиг потом забьется. Там дальше вон видно тоже дырочка. То есть, блин, это неудобно. Она стоила дешево, конечно. Мы покупали быстро. Все-таки, конечно, надо выбирать. Я хотела, чтобы было мне именно сверху вот эта вот вся панель. Обычно мультивары, как бывает, сбоку вот тут вот. То есть, это надо наклоняться. Я не хотела во время беременности. Это не очень неудобно наклоняться. Мне нужно было именно сверху. Кстати, мне очень нравится у нее вот этот вот индикатор. Вот эта вот штучка. То есть, у нее не просто открыто. Если там гороховая каша решила сбежать, то она просто пойдет там фонтаном. У нее именно она закрыта. То есть, она чуть-чуть была маленький такой фонтанчик. И она вот так вот выливалась в разные стороны. Вот. А представляете, если бы здесь было вот так открыто. И вообще, чтобы там было, это был бы кошмар просто. И так там пришлось отмывать все. У нас еще ковер был. Лежал там. То есть, все это чистить пришлось. И, блин, вообще просто кошмар. Вот. Теперь я в ней только тушу капусту, плов. Иногда суп готовлю. И все. По-моему, да. И все. Вот. Поэтому поставим. Еще, кстати, классная такая штучка у нее есть. Мне она очень нравится. Вот. Короче, ее ставлю. И завтра я ее включу. Завтра покажу, что, как там будет. Как там поставят батарею. Там удастся у нее поснимать, что-нибудь не удастся. Не знаю. У меня еще уже флешка начинает заканчиваться. Думала, вечером переброшу все. Но, блин, не успел, короче, перебросить сегодня. Надеюсь, завтра успею. Еще хватит места. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Обязательно. У меня уже сирень тут, кстати. Вот это классно еще выглядит. Продолжение следует.